Мы продолжаем говорить о еврейской андове и о таких важных вещах, которые определяются традициями. Мы говорили об одежде, о головном уборе, и мы говорили, что головной убор – это вопросы традиции. И чтобы вы понимали, что то, что апостол Павел говорит в платочках, не все в Библии есть богатство иное Слово Божие, но не все, что есть в Библии, есть Слова Бога. Вы понимаете, да? В Библии есть Слова Бога, есть Слова апостола Павла, есть других апостолов, есть других людей Слова. И вот мне когда говорят, вот люди говорили, что Иисус там нигде не учился, как Он может знать Тору. А я говорю, а кто там говорит? Ну, это в Библии сказано. Наши Иваны. Я говорю, это люди говорили, правильно? Но это же не Бог сказал. А написано, что Он возрастал в премудрости. Значит, учился Он в Ишеве. Я думаю, что Он учился, как еврейский равен во всех вот Хедере, Талмуд-Тара и в Ишеве, потому что эта система существовала с 200-го года до нашей эры. Поэтому Ишев вполне мог все это закончить, вы понимаете. Поэтому там что говорится? Это Слова кого? Бога? Или апостола Павла? Апостола Павла, да? По какой поводу это? По поводу, что когда церковь приходит, да, то получается видит, что что-то не так, порядка нету, да? Вот надо навести порядок на служение. И апостол Павел объяснял, как нужно наводить порядок на служение. Нормально это? Понимаете, что это не заповедь Божия, а это уже готовая Голоха. А Голоха, как мы говорили, она зависит от чего? Кроме того, что это заповеди Божии, она еще от чего зависит? От традиций данной группы, да, социальной группы. И главное в этих платочках то, что женщина замужняя должна отличаться от женщины незамужней. В нашей традиции принято носить кольцо, допустим, да? Ну, а то, что говорят стрижено, не стрижено, там, брито, мы видим, что вот этот тогда входил в эту традицию. Значит, женщина либо надевала парик, да, надевала платочек, либо она оказывалась, если она снимала все это, остриженной коротко. В то время это считалось нехорошим. Сейчас это нормально. Да, моя жена ходит без платка, но она острижена. Так что все точно по Голохе апостола Павла. Согласны? Вот. И еще раз. Я еще раз говорю, что это не есть заповедь Божия. Поняли вы, да? Это Павел, это есть Голоха апостола Павла. Мы имеем право на свою Голоху в наших культурных традициях? Да. Совершенно верно. Поэтому для меня таких больших проблем, как для некоторых, вопроса платочка нет. Мы должны одеваться прилично, да? Опять-таки, как прилично святым? Так что, одевать так, как одевали в первом веке? Это абсурд. Правда? Нужно одеваться прилично в соответствии с данной социальной группой. Во еврейской традиции считается, что... Я еще раз говорю, у женщины, может, этот вопрос будет, да? Платье какое должно быть? Ниже колен и рукава ниже локтей. Да. Хорошо. Вот видите. А были различные, любили люди одеваться модно, да, и евреи любили модно одеваться, естественно. Кстати, в исламе, вот то, что женщина закрывает лицо, вот в действительности там говорится, что женщина не должна выставлять на показ свои украшения, свои волосы и так далее. То есть, то же самое говорится, что говорил апостол Павел. Магомед говорил то же самое, что говорил апостол Павел. А почему женщины-мусульманки одевают щедру? Ну, понятно, чтобы ничего не видно. Это их... Что? Ограда. Ограда, чтобы не нарушить заповедь, да? Ограда, чтобы не нарушить заповедь. И некоторые женщины еврейские в странах ислама тоже поступают точно так же, да? Хотя иудаизм этого не требует. Хорошо. Теперь перейдем к еврейской кухне, да? Еврейская кухня и кашрут. Вопросы питания в иудаизме занимают очень важное место. По какой причине? Помните, когда произошла фарисейская революция, то стал другой взгляд на вещи. Если раньше существовал храм и существовала обыденная жизнь, то теперь мы царственное священство и должны жить как кто? Как цари и священники, да? Поэтому отметьте, что стол – это домашний алтарь. Стол – это домашний алтарь. Супруга – его служительница. Ее миссия – следить за соблюдением законов и традиций, связанных с приемом пищи. То есть, кто занимается в традициях по оббросам пищи? Жена, да? Ну, если жена не родит, тогда и муж занимается. Но, в принципе, он должен уже спокойно к этому относиться. И мы знаем определенные вещи, связанные с кашрутом, которые есть и хорошие, есть и плохие. И были случаи, когда евреи вообще ехали, брали с собой всю и посуду, и пищу с собой, и они не могли есть с неевреями. Вы помните, даже Петр, в свое время для него была большая проблема, да? Когда говорится «закали и ешь», это не говорится о том, что надо есть свинину, а о том, что пришли неевреи, да? И он вошел в дом к неевреям и питался у них. И питался у них. Но это не значит, что он ел свинину, естественно. Есть и такие особые еврейские, так сказать, любимые штучки, ингредиенты. Прежде всего, чеснок. Говорят, что евреи пристрастились к нему во время египетского плена. И вот, действительно, когда проводились раскопки, я говорил, вот эти города Рамсес и Питом, они реально существующие города, и в Библии они упоминаются, нашли, ну, как сказать, смету, чем кормили строители. И оказалось, что там было очень много чеснока и очень много лука. Поэтому евреи говорят всегда «заввы», да, русский дух. Мы знаем, чем, а еврейский дух – это чеснок, да? Я сам чеснок люблю, я, конечно, могу не есть чеснок, но если один день я не поем еще ничего, а если два дня я уже не поем, я себя чувствую как-то неважно. Чеснок полезен, да. Но если острые заболевания желудка, допустим, вот тогда не надо. Моя жена, вот, например, я ее соблазняю покушать чеснок, и она с удовольствием это может съесть. Но потом мне желудок болит, а у меня ничего, слава Богу. Так что лук, чеснок, вы знаете, там содержатся фитонциды, они убивают болезнетворные микроорганизмы, да, они против простуды хороши. И, кроме того, чеснок – это хорошее антиэсклеротическое средство, да, в пожилом возрасте ее полезно употреблять. Любили евреи в Египте и рыбу. Даже нашли археологи тоже фреску на стене, которая изображает людей, разделывающие рыбу для фаршировки. В общем, фаршированную рыбу. И вы помните, зачем тосковали евреи, да, как они говорили, мы ели рыбу, да, мы ели чеснок, мы ели огурцы. То есть евреи употребляют много зелени, евреи употребляют много чеснока. И вот эта колбаса с чесноком – это тоже еврейское изобретение, потому что, помните, колбаса, да, всякое мясо, и туда добавляли чеснок. Но чеснок также, он предотвращал порчу продуктов. В те времена, вы знаете, что холодильников не было, правда? Ну, варили колбасу, коптили и так далее. И если много добавлять чеснока, это хорошо. Но иногда евреи это оказывало плохое действие. Монахам испанской инквизиции не составляло труда распознать марану, потому что они всегда покупали много чеснока. А перед Пасхой также хрен, лук. И поэтому новообращенных опознавали по этому признаку. Еще евреи любили лимоны. Вы знаете, есть еврейский праздник, на котором лимон является обязательным ингредиентом. Как это называется? Суккот, да? Суккот – там особые лимоны в Израиле. Там такие большие, называется адрог. Но в принципе это тот же лимон. И возле каждой еврейской колонии на побережье Средиземного моря была лимонная рощица. Вот интересная история с помидорами. Помидоры, когда открыли Мексику, это помидоры, ну их место, так сказать, рождение, их родина, да, Мексика. Но долгое время помидоры почти где-то 200 лет считались ядовитым растением. Их привозили в теплицы в Европе, ими любовались как экзотическими фруктами. И случилась одна интересная история. Несколько человек решили отравить Джорджа Вашингтона. И сделали ему салатик с помидорами. Он съел, сказал спасибо. И оказалось, что помидор не ядовит. Потому что, видите, все родственники помидора, у них плоды ядовиты. Вот здесь в Европе растет послен, там содержится сапонин, такое вещество, да, картофель, плоды его ядовиты, да, и зеленые клубни картофеля, вы знаете, ядовиты, и стебли картофеля ядовиты. Но по той же системе думали, что и помидор тоже ядовитое растение. И вот первый врач, доктор Сикари, он был еврей, он доказал, что помидор не ядовит. И в еврейской кухне их стали использовать очень широко. Кстати, насчет чеснока, есть такая галаха, что запрещается, да, есть чеснок, если меньше перерет, вот как вы поели, чеснок, и идти в синагогу меньше четырех часов. Да, вот. Так что можете тоже, да. Да. Еще евреи, это уже в Галуте, полюбили квашеную капусту. Вы знаете, да, всегда старая Одесса, запах там керосинка, чеснока, запах квашеной капусты, и где евреи и эмигранты приезжали, тоже кругом квашеная капуста. Вот. А среди европейцев квашеную капусту ввел кук. Хорошо, чтобы ели. Не раф кук, а другой кук. Знаете, есть песенка, за что аборигены съели кука. Молчит наука, молчит наука, да. В славянских странах квашеную капусту ели все. А в Англии квашеную капусту пренебрегали. Вот. Они считали, что это какая-то квашня, в общем. И было очень много среди английских моряков случаев в Цинге. И кук, не раф кук, а вот тот самый, он приказал, значит, во всех английских кораблях есть квашеную капусту. А если матросы отказывались есть квашеную капусту, их пороли публично. И таким образом, среди европейцев вошла в рацион квашеная капуста. Но у евреев это было любимое блюдо. И, видите, евреи, есть два типа кухни. Ашкеназская и сифарская кухни, да? Ашкеназская кухня, это обязательно там курочка, всякие жирные, гусиный жир, гусиные шкварки, много бобовых. Потому что евреи жили в Ашкеназе, в более холодном климате, да? И там такая жирная пища, и бывает даже не совсем здоровая. А у сифартов, наоборот, очень много различных приправ, да? Очень много овощей, очень много зелени, например, там барашек с черносливом, приправленный мятой и другими, да? Помните, карлик нос был, который искал там особую травку, да? Наверняка он был еврей. Правда? С таким вот носом еврейский повар, который искал, да, который искал травку. Вот я, например, очень люблю кинзу. Кинза или калиандр, да? Кинза или кориандр? Это, значит, внешним видом, да, корешки так немножко меньше, а там внешне видом она похожа на петрушку, но запах изумительный. А, видите, даже сравнивать с кориандром, да, с кориандром сравнивали евреи Манн. У него такие зерночки, да, где-то 2-3 миллиметра, и тоже, если разморишь, запах, но там уже немножко другой запах. Вот я без кинзы практически не ем тоже. Я все время люблю, если есть возможность, зелени постоянно. Вот, если нет возможности, значит, в сухом виде, она очень полезна при заболеваниях печени, она улучшает также продвижение крови по сосудам, очищает организм. Тоже очень полезна. Но моей жене не нравится. Вот она говорит, ее запах раздражает. А я восточный человек, поэтому мне нравится. Вот, также различные виды укропа, например, фенхель растет в Израиле. Он у нас тоже, я у себя на огороде тоже выращивал. Я всякие специи выращивал у себя на огороде. Фенхель кто-нибудь пробовал? Видом как укроп, зерна укропа, но с запахом аниса. Тоже широко распространена в еврейской кухне. И различные другие виды специфических приправ. Некто Рахлин, еврей, ставший антисемитом, говорил, что кухня – это последняя нить, связывающая его с иудаизмом. Хотя он стал антисемитом, это последняя нить, связывающая его с иудаизмом. Еврея не ставишь ни обжоры, ни гурманам, но умная жена сумеет при помощи стола привязать его к себе куда крепче, чем постелью. Ну, вы знаете, что если брать ортодоксальных таких вот застегнутых евреев, которые сексом даже одеты и занимаются, и только строго по определенным дням, и при этом там муж прочитает 20 псалмов, прежде чем лезть женой в постель, да? Вот, то, естественно, секс не всегда доставлял евреям удовольствие. Зато покушать евреи всегда любили, правда? В особенности, видите, женщины всегда еврейские, полные такие были. Вот, потому что они и сами кушали, и мужа хорошо кормили. Значит, на Западе евреи злоупотребляют кофе. Помимо депрессии и нервных расстройств, которые влечет за собой неумеренное потребление этого напитка, он может отрицательно повлиять на сексуальную функцию. По этой причине, даже, видите, мормоны отказались от кофе, да? Но они все равно заменились чем-то другим. Кока-кола, пепси-кола, я не знаю, их составные чаще. Да. Ну, за счет алкоголя. Вы знаете, что... Да, кстати, евреи любят кофе пить с икорием. Евреи любят пить с икорием. Это чисто характерно еврейское черта. Евреи, старые евреи, значит, если их считают кофе без с икорием, то это не кофе. Считают вот так вот. В начале 19 века сэр Фербер де Мальдештейм описывает джазских евреев, которые собирались вместе, чтобы выпить по чашке кофе. И без этого, считает он, еврейская женщина не мыслит своей жизнью. В Тунысе и Марокко кофе заменил чай. То есть, больше чая употребляют. Возможно, и чай перевозился евреями с Востока, и Англии, и другие страны тоже получили чай по Великому Шелковому Путю от евреев. Ну, насчет алкоголя. Вы знаете, евреи употребляют вино, да? И религиозные евреи в небольших количествах. Пьяного еврея в религиозной среде было встретить очень трудно. Поэтому, если еврей где-то и напивался втихую, так он маскировался, да? По этой причине. Помните, я вам говорил о Чингискане, да? У Чингискана была своя галаха, называется Яса. Похоже, Я-Асе, да? Та-Асе делай на еврите, да? Яса вроде как типа делай. Сколько Чингискан разрешал раз напиться в Монголу? В месяц. Три раза. Три раза. Это его слова, что разрешается напиваться три раза в месяц. Ну, это кроме тех случаев, когда в походе, война и так далее. Говорит, желательно было бы вообще не пить, но кто это может выдержать? Это его слова. Поэтому евреи тоже, как говорится, есть. Можно время, когда спустить поры, да? Как говорят. Это когда бывает? Да, да. На фуриум, да, там все наоборот. Евреи обычно воздерживаются. Итак, значит, евреи выпивают бокал вина. Пишите. Пишите. Да? Бокал вина когда? Шаббат, да? Сколько считается бокал? Да. Бокал это примерно 140-200 грамм. Вина. Не водки. Вы сами понимаете. Хотя хасиды и водку пьют. Да. Итак, значит, бокал вина один в субботу, так? На свадьбу сколько бокалов вина? Два. Два, да. А может быть, будет вопрос, сколько подадут? Хорошо. На Песах сколько бокалов вина? Три. Нет, два. Или один. На Песах? На Песах? Три. Четыре, да. Так. А на Хануку сколько можно выпить? Вообще не выпить. На Хануку два, да? Да. На Хануку два. А на Пурим? Сколько? Да. Вот на Пурим можно напиться сколько угодно, да. На Хануку произносят два благословения. Одно благословение как общее праздничное, да? А другое благословение на именно на освящение, на освящение самой Хануки. Помните? Мы говорили. Так. Хорошо. Да. На Хануку два. На Хануку два бокала. И уже на Пурим сколько подадут, да? Сколько подадут. Хорошо. Но еще раз говорю, что евреи, алкоголики очень редко встречались. Сейчас, конечно, все происходит. Если уже напиваются евреи, то, вы знаете, если еврей благословен, то он благословен больше других, да? Если он проклят, опять-таки проклят намного больше других. Хорошо. Теперь вопросы кашрута. Вы помните, что кошерным может быть не только пища, да? Кошерным может быть одежда. Кошерным может быть дом. Да? Пожалуйста. Как благословение праздничное? Значит, благословение на праздник, когда мы зажигаем свечами, да? И благословение времени. Шагихиянов и Кейману да Лазман Хазе. Хорошо. Итак. Есть определенные, как говорят, чистые и нечистые. Само понятие. Еще раз. И это я тоже вопрос иногда на это ставлю. Значит, само понятие кошерный. Это не означает чистый и нечистый. Да? Само понятие кошерный. Это кошер означает связывать. Трев означает разрывать. Кошерный означает связанный. С чем связанный? С определенными традициями. Свиня может в тысячу раз чистой быть, вымытой. И снаружи, и снутри. И все равно она считается не кошерной. Да? Но мы просто в русской традиции говорим о чистых и нечистых животных. Так написали в Библии. В действительности кошерный и не кошерный. Вот. И еще. Кошерность не связана с каким-либо обрядом. Освящение. Или еще. Вот я вам предоставил в прошлом году. Если найду в этом году листовку. Такую. Православных. И они говорят, что вот бойтесь кошерного. Кошерный это рамен произносит благословение и брызгает кровью. Потому что в храме брызгает кровь животных. Вы знаете, что евреи, это разновидность кровавого навета. Евреи кровь не употребляют. Правда? Вот. Поэтому никто, никакой рамен на заводе бутылки вот с кошерной пепсиколой или с кошерным вином. Да. Или что здесь, добыча кровь. Не брызгает. Да. Вы сами понимаете, это все навет кого? Антисемитов. Просто они сами не знают, что говорят. Еще раз отметить, что кошерность не связана с благословением, с освящением и так далее. Если пища не кошерная, то ее кошерной никак не сделаешь. Хоть ее святой водой поливай, хоть прыгай возле нее, хоть молись. Дело в том, что мы можем молиться на пище, если мы видим, что или вынуждены употреблять какую-то пищу нечистую. Потому что для того, чтобы не умереть с голоду, приходится есть и не кошерную, и нечистую пищу. У нас то, что мы едим, вся колбаса, на ней точно надо молиться. Я вам говорил состав, да? Как-то тоже найду вот эту статью про сою. Вот. Мне надо порыться в моих заважниках. Тоже страшная вещь своя. И так видите, это не значит освящение, да? Это не значит какое-либо... Если мы говорим кошерование, кошерование, да? Это тоже связано, может быть, кошеровать посуду, например, выражение, да? Или кошеровать одежду. Это, скорее, связано с чем? С очищением, да? Оно и ритуальное, и физическое очищение. Ну, вот, допустим, вы купили какую-то посуду. Что вы должны с ней делать? Да, надо помыть ее, да? Надо вымыть ее. Ну, традиционные евреи в проточной воде... Ну, если ты пойдешь в море, то там больше еще микробов, чем если даже из-под крана помоешь, да? Значит, помыть, прокипятить, да? То есть, та посуда, которая имеет глинистую такую структуру, она не кашируется, вы знаете, да? Если что-то туда нечистое попало, значит, она выбрасывается. Но сейчас такая посуда практически не употребляется. Ну, разве старые глечики с молоком, знаете? Вот такие пористые. Ну, понятно, что сейчас такой посуды нет. Стеклянная посуда просто моется. Та посуда, которую можно прокалить, да? Ее прокаливает. Обычно каширование посуды делают перед писахом. Раз в год, да? Еврейские женщины делают генеральную уборку. Они полностью убирают все в доме и кашируют посуду. Если вы, допустим, приобрели, в особенности, в секонд-хенде, какую-то одежду, вы будете ее одевать на себя? Вот. Надо обязательно ее простирать, да? Если она поддается там выворку варивать, прогладить, в зависимости от того, в каком температурном режиме она дается. Но постирать надо обязательно, в любом смысле. Эти все вопросы решались евреями, и это что позволило? Позволило евреям выжить в самых тяжелых условиях. Когда были эпидемии холеры, чумы, которая передается грызунами там и другими нечистыми животными, то евреи оказывались на высоте. И иногда даже еврея обвиняли. Вот смотрите, сколько наших умирает, а сколько их умирает. Значит, это они, наверное, отравили колодцы и так далее. А евреи всегда, если вода из неизвестного источника, что нужно с ней? Прокипятить, да? Прокипятить и так далее. То есть это было все нормально. Если сосуд пять минут остается открытым, согласно еврейской традиции, да? То содержание сосуда уже считается, что нечистым, да? Потому что, ну, муха может залететь, там какой-нибудь таракан запрыгнуть и так далее. В особенности в наших условиях в Одессе, где разные насекомые бегают. Ну, не истребляйте тараканов, не истребляйте, оставьте их. Хуже будет потом, как оказалось. В тех местах, где истребляют тараканов, потом муравьи идут еще хуже. Ну, конечно, надо уменьшать их количество, но не полностью. Вот, если в пищу попадает какое-то, значит, нечистое животное, или завелися гусеницы, и там, и так далее, значит, что нужно? Если эти сыпучие продукты нужно перебрать, да? Если эти продукты невозможно перебрать, что нужно? Выбрасывать. Значит, яблоко может быть кошерным или не кошерным? Да? Яблоко нужно удалять в пределах здоровых тканей. И, как оказалось, очень правильно. Потому что, если вот люди едят яблоки, побитые, вот это, видите, там темные, потемневшие, вот это, особенно гнилые яблоки, они обеспечивают рак желудка. Еврейская традиция запрещает употреблять внутренний жир. В крайнем случае, внутренним жиром у кошерных животных можно смазывать противень. Нутряной жир, вот, типа, свалится на такой... Даже, даже, даже у кошерных животных. То есть, тот жир, который содержится в надпочечниках, да, в этих брюшной полости, рыбий жир, он не относится, если рыбий жир кошерной рыбы можно употреблять. Значит, ну, внутренний жир, комбий жир разный вот продаются, да. То есть, израильские исследователи показали, что 20 грамм такого жира и где-то на протяжении 10 лет тоже обеспечивает или заболевание поджелудочной железы, опухоль поджелудочной железы, или опухоли желудочно-кишечного тракта желудка. Как вам советуют, что в банке, там и вообще шире, то, что это приводит в банкушке. Значит, я вам говорю, одно дело, это употреблять с лечебной целью и в определенных, в определенных условиях, в определенных условиях, да. А это лечение, но вы же лекарства не будете употреблять постоянно, все время, да. То есть, есть определенные правила. Ну, основные правила кошерности и некошерности все-таки касаются в отношении животных. Ну, прежде всего, что нужно? Избегать крови, да. Это заповедь к евреям относится или ко всем? Ко всем, да. Поэтому, значит, евреи особым образом кошируют пищу. Ну, я вам скажу, что кошеровать мясо, ну, смотрите, если вы видите, что есть сгустки крови, да, что вы должны с ними делать? Удалить, да? Удалить. Ну, евреи уже поступают, это опять-таки ограда, да. Они поступают так, что вообще солят это мясо, потом ставят под пресс, чтобы кровь стекла, потом мыло. Ну, моя жена и ее мама, они, знаете, как удаляли кровь? Если варится мясо, да, вот это вот возникает пена, вот это все должно, и это действительно хорошо, потому что вызывает различные там скаротические вещи. Это все нужно удалить, как закипело, да, мясо промыть и уже варить нормальным способом. И уже варить нормальным способом. Это тоже разновидность кошерования. Итак, первое, что нужно удалить, это что? Кровь. Кровь. Значит, яйца евреи не разбивают прямо в пищу или в тесто или куда-то, да? А что с яйцом нужно, и это тоже полезно, потому что бывают иногда и тухлые яйца, да? Вот, яйца, яйцо нужно разбить на тарелочку. И посмотрите, так? Если в яйце есть небольшое количество крови, яйцо разрешается есть, да? Но эта кровь должна быть что? Удалена, бывает иногда с густочки крови. Показателем хорошего яйца является то, что желток отделяется от белка. Белок должен быть бесцветный, да? Если мы не видим этого четкого отделения из желтока такого грязного, мутного цвета, значит, яйцо считается некошерным, да? В отношении животных и птиц, вот здесь у вас такая таблица кошерности, да? Среди животных, кошерное животное должно иметь два признака. Вот, желудок особо устроенный, да? И что? И раздвоенный копыт, да? Тех животных, которые не имеют копыт, они абсолютно некошерные, да? Вот, есть животные, которые жуют жвачку, да? У них имеется желудок, там несколько камер в желудке. Они эту жвачку сохраняют, потом отрыгивают, да? И потом, значит, опять едят эту жвачку, и таким образом они переваривают. Ну, вот лошадь, например, она ест жвачку? Лошадь не ест жвачку. И копыта у нее не раздвоенные, да? Теперь вопрос такой, вот если животное не кошерное, кошерное ли ее молоко? Да, значит, некоторые израильские раввины решили, что молоко употреблять все-таки можно. Есть такие строги, которые во всем ставят ограду, да? Вот, есть фермы, где разводят в Израиле верблюдов, и даже делают мороженое из верблюжьего молока. Вы знаете, верблюжье молоко, оно особенно полезно. И кобыле молоко полезно. Значит, на каком принципе основывают это раввины? Пчела является не кошерным животным, да? Я вам говорю, что все, или не скажу, все насекомые, да? Присмыкающиеся, жабы и так далее, они являются не кошерными, да? Вот, но пчела не кошерное животное, но что можно? Мед есть, да? Из насекомых единственное только саранчу. Кузнечиков нельзя есть. Саранча и кузнечики это разные виды. Да, четыре вида саранчи есть, которые допускаются к тому, чтобы есть. Почему? Вы знаете, что вообще кузнечики хищные животные? Он ел на лист травку и не трогал ни козявку, это не о кузнечике, это о саранче написано. А кузнечик хищное животное, чтобы вы знали. И кузнечики богомол из этой же группы животные, но они являются хищными. Поэтому кузнечиков не кушайте. Саранчу можно. А раков можно кушать? Нет. Видите? Опять-таки, вот, например, кролик. Вы знаете, есть животные кофрофаги. Копрофаги, то есть питаются калом. Вот. Жвачные животные, они добиваются полного переваривания пищи, потому что у них пища находится в желудке. Кролик поедает пищу, она в его первый раз не переваривается. Он поедает свой собственный кал, и тогда пища переваривается во второй раз. Человеческий кал могут есть свиньи и собаки. Я сам видел, что собаки с большим удовольствием едят человеческий кал. Поэтому, естественно, свиньи и собаки не являются кошерными. Хотя у свиньи копыта раздвоенные, да? А у верблюда, как там считается, что он живет жвачку, но копыта у него какие-то не другие. Собственно говоря, у верблюда это не копыта, а скорее о мозолелости. Вот. Жираф является кошерным? Жираф является кошерным, да. А слон? А слон не является кошерным, да. То есть, вот есть такие определенные тонкости. По вопросам птиц, там нет определенных видов кошерности птиц. Просто есть перечисление. Птицы, которые можно кушать, да? И птицы, которые нельзя кушать. И вот по этому вопросу было расхождение между раввинистической торой и между караимами. Значит, караимы. У караимов чистые считается только 7 видов птиц, которые перечислены, что можно есть. Да? Остальные считаются нечистыми. В раввинистической традиции, наоборот, считается, что в принципе птица чистая, если они относятся к тем видам и родам, которые нельзя есть. Ну, вот смотрите, интересно. Утку можно есть? Гуся можно есть? Ну, лебедь из того же семейства. Однако, конкретно о лебеде почему-то, да, сказано, что лебедя нельзя. Я не знаю, какие это причины. Цаплю можно кушать? Нельзя, да? И всякие хищные птицы, которые питаются, значит, либо там падальщики птицы, сервятники, орлы и так далее, они считаются тоже не кошерными. Поэтому этого нет в Торе. Но еврейская традиция придумала такой признак кошерности. Те птицы, у всех птиц по четыре пальца, да? Те птицы, которые имеют три пальца спереди и один палец направлен назад, они какими считаются? Кошерными. Да, те птицы, которые имеют два пальца вперед и два пальца назад, они являются какими? Не кошерными. Вот по этой причине пингвин, евреи говорят, кошерная птица, да? А попугай? Не кошерная. Но вообще, вы знаете, попугаи, это, они все едные. Они, мы думаем, что попугаи едят только зерна. У себя в природе они могут и мышь съесть, маленькое животное, и насекомыми они питаются. Это просто мы их кормим уже там. Поэтому. Вот, хорошо. Относительно рыбы. Относительно рыбы существует два признака кошерности. Видите, у животных и у птиц мы что с кровью должны делать? Удалять, да? А из рыбы удаляется кровь? Нет. Из рыбы кровь не удаляется. Помните, мы говорили, по какой причине, когда Бог создавал мир, да? Вот. Души у рыбы что? Нету, да? Рыба это просто, она не имеет души. А кровь, это что? Душа. Поэтому по этой причине, да, кит это млекопитающее. Кит это млекопитающее. И он не кошерный. Чешуи у него нету, да? Это млекопитающее. Значит, если у рыбы есть чешуя и плавники. Есть рыбы, которые имеют чешую, но не имеют перистых вот таких плавников. Ну, например, какие? Акулы, да? Вот у нас на базаре продаются сейчас акулы. Да. Катран акулы. Кстати, в этом году почему-то был такой экологический взрыв. Размножилось в Черном море очень акул много. Некоторые стали бояться даже выходить на пляжи. Хотя наша акула, она совершенно безубидна. Вот. Но акула имеет плавники, да? Значит, и чешую. Но она какие имеет плавники? Не перистые, да? Перистые плавники, там косточка и натянута перепонка, да? А там сплошные. Это к отряду хрящевых рыб. Поэтому она считается не кошерной. Вот рыба, например, осетр считается не кошерной. Ну, кстати, осетр, вы видели, у него жабры, даже он немножко похож на акулу, да? И черная икра, опять-таки, икра и молоко. Молоко выделяется, да? А икра, это уже тоже живое, само живое существо, да? Поэтому икру, черную икру, евреи не едят. А красную можно. А разница в том, что у рыбы лососевых, да? У них есть чешуя и плавники. Я опять-таки говорю, это признаки кошерности и не кошерности, да? А креветок можно кушать? Нет. То есть, видите, если рыба или угорь, да? У угоря есть плавники, да? Но нету чего? Чешуи нету. Значит, он тоже. Вот миноги, я вам рассказывал про миног, да? Вот такие вот, червеобразные. Они паразитируют, они пьют рыбью кровь. И на этом живут. И мы брали миног. Когда в школе пускали, ползает, ползает, тоже на угоря похоже. Пугали учительниц. Всячески они, говорят, вкусные, но их есть тоже не кошерно. Не кошерно. Кстати, строго говоря, строго говоря по Толе, грибы тоже относятся к не кошерным продуктам. Потому что, говорят, сеющие семя, да? А семени у грибов что? Нету, да? Трава, сеющая семя. Деревья, сеющие семя. Грибы не относятся... Ну, грибы не относятся ни к траве, да? Вот, сеющие семя, ни к этому. А споры это не семя. Там другое устройство. Устройство споры, оно примитивное. Семечка, оно все-таки имеет определенное строение. Правда? Так, по крайней мере, говорит еврейская традиция. Ну, есть очень, я говорю, хорошие вещи. Вот, но есть то, что мне кажется не совсем правильным. Не совсем правильным. Это отделение мясных и молочных продуктов. В принципе, это неплохо. Потому что дело в том, что брожение, брожение есть в молочных продуктах, да? А в мясных продуктах какой процесс происходит? Гниение, да? Поэтому нежелательно есть. В общем-то, ничего страшного с вами не будет. В смысле здоровья, ну, кожа немножко раньше стареть будет. Уже еще морщинки больше будут появляться, да. Потому что происходит отравление организма. Но, в принципе, это не так уже страшно. Но евреи сделали из этого культ. Вы понимаете, что это просто ограда, вот это типичный пример. Ограда на ограду. Запрещается варить и есть козленка в молоке матери, да? Во всей видимости, это имеется какой-то в виду обычай, который был в тех странах Ближнего Востока среди языческих народов. Не знаю, какой обычай и что-то это имелось. Ну, рассказано не делай, так не делай. Но мы этого и не делаем, правильно? Где тот козленок, а где там матери, если мы покупаем бутылку кефира, и, как говорится, вряд ли это кефир будет от матери, то есть, от того теленка, который там мы будем есть колбасу. Но сделали ограду. Значит, не варить и не есть. Значит, не варить и не есть козленка, а чтобы не сварить случайно в молоке матери, значит, не варить и не есть в молоке, да? Вот, хорошо. А вдруг кто-то будет видеть курицу, мы едим, и подумает, что мы едим козленка. Да, с молоком и запываем кефиром. И вдруг кто-то подумает. Поэтому курица тоже не естся. Некоторые даже вот такие рьяные ревнители, это неумеренные ревнители по заповедям, да? Вот, некоторые неумеренные ревнители по заповедям даже запрещают есть, так, не только курицу с молоком, а даже рыбу с молоком. Поэтому есть разделение на две группы, да? Мясные и молочные продукты, да? И у них делается отдельно миска для мясных продуктов, отдельно миска для молочных, отдельная кастрюля для мясных, отдельная кастрюля для молочных, ложки, вилки, все надо определенным образом маскировать. Вот, считают евреи, если у вас нет специальной маркировки, если у вас нет никакого украшения на кастрюле, там, ну, знаете, рисуют цветочки и так далее, то это для молочных продуктов. Если у вас на кастрюле какое-то украшение, это для мясных продуктов. Соответственно, надо иметь два холодильника, но один товарищ сказал, что раз так уже проводится, тогда надо, наверное, и два туалета иметь. Да, ну, через сколько времени можно съесть, допустим, мясное и молочное? Я вам говорю, я не говорю, чтобы вы себя так вот сильно и сезались. Ну, если вы мазохисты по природе, или если вы живете в Мео Шеариме, или в каком-нибудь таком ортодоксальном еврейском квартале, где вас могут побить камнями, то, конечно, лучше соблюдайте. Да? Вот. Но я говорю, что это излишне. Это излишне. Я считаю, что это заповедь как раз не соответствующая самому смыслу Торы. Вот. Ну, хотите, делайте. Многие евреи так не поступают, караимы не придерживаются этого. Кстати, вот тут нашел такое мясо, что до 12-13 века караимы, знак скорби по разрешению храма, вообще не употребляют пищу, мясо и вина. Представляете, какие были крутые. Но потом одумались после 13 века и стали все-таки кушать. То, что, значит, делает... Если выпил молока, да? Если выпил молока, значит, полчаса, некоторые говорят, два часа максимально. То есть, пища проходит через желудок, да? И вы знаете, если вот, смотрите, вы пьете чай или кофе или какую-то жидкость на голодный желудок, что с вами происходит? Значит, остается там в желудке пища или не остается? Жидкая пища не остается в желудке. Потому что в желудке, если я не ошибаюсь, называется Вальденштрассе Вальдейра или что-то подобное. Итого есть особая складка, в общем, путь. Да. И в определенной, когда желудок сжат, и человек пьет, и все идет сразу в пищевод. То есть, в желудке оно не задерживается. Но если вы какую-то пищу поели, а потом запили молоком, да, или чем-нибудь, то у вас будет столько времени это молоко, потому что желудок уже раскрылся, и уже этой складки нету, и оно будет задерживаться столько времени, сколько у вас будет перевариваться пища. Поэтому, если вы сначала едите мясную пищу, да, то в четыре часа, некоторые говорят в шесть часов, должен быть перерыв, после которого вы можете есть молочную пищу. Ну, еще раз говорю, что по нашему пророцу Абрааму, мы видим, говорят евреи, что Абраам соблюдал все 613 заповедей Тории, да? Соблюдал? Вот. Но в данном случае что? Этой заповеди либо еще не было. Вот. Но Абраам предложил мясо и молоко. И ангелы эти были божьи или не божьи? Если они были бы божьи, ангелы, сказали бы, что извини, дорогой Абраам, что ты делаешь? Мы сначала выпьем молоко, а потом через два часа покушаем мясо, да? Не было такого. Не было. То есть, я считаю, что, опять-таки, думайте сами, делайте сами, да? Что такое строго содержания не надо. И третья разновидность пищи, это называется парве. 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 Нейтральное. Переводится нейтральное. То есть, то, что можно есть и с мясом, и с молоком. Можно есть бутерброд с сыром. Можно есть бутерброд с мясом, да? То есть, хлеб, он считается парве, да? Хлеб, зерновые продукты, различного рода каши, картофель, и так далее, это называется парве. Потому что, можно есть и с тем, и с другим, да? Но одновременно добавлять, уже если у вас есть картошка, вы добавили в картошку, в толченую картошку, в пюре добавили молоко, и закусываете котлеты. К примеру, да? Нееврейская традиция говорит, что нельзя, а? И сметана, да. Но я вам говорю, что кушайте. Кушайте на здоровье, да? Да. Ну, особо у евреев насчет сала проблема всегда, да? Вот. В принципе, знаете, какой величины может быть кусочек сала? Меньше маслины, да? Меньше маслины. Другие говорят, что сало есть вообще нельзя. Поэтому, если я беру кусок колбасы, и смотрю, что там сало меньше маслины, я не считаю, что я очень сильно согрешаю. Вот. Но, в принципе, свинина нежелательна. Еще и также в отношении вопросов здоровья. Потому что есть такие гельминты микроскопические. Вот цистер-серкоз называется. Они пробуравливают, пробуравливают кишечника, и проходят эти черви, и рассеются в мозг, в печень, вот такие органы. Да, гельминты черви, значит, микроскопические. Вот из этого сала, которое вы едите. Да, если она недостаточно просолена, недостаточно прожарена, или, как люди, которые любят, свежатинку, да? Вот там, в особенности тех местах бывает, где сало, как бы проросшее этим мясом. Я еще раз говорю, может быть в мясе, может быть в сале, причем не только в свинине. Экспедиция Андре не добралась до полюса, они все погибли, потому что они так вот съели зараженную печень медведя, белого, в сыром виде съели. И оказалось, что они умерли. Они не дошли домой, они вернулись где-то несколько, буквально километров 60. Нашли палатку, погибли. Причем они не погибли от холода, они не погибли от голода, у них было и тепло, у них было и продукты. Значит, 20-30 грамм зараженного сала считается смертельной дозой. Если вы сало не кушаете, то все нормально. У нас, в Украине, тоже бывает это заболевание. Было, по-моему, Днепропетровске этим летом, где-то 30 человек тоже заболеют. Это не всегда человек погибает. Но если поражается печень, если поражается головной мозг, возникают определенные осложнения. Вы понимаете, человека никто не кушает, поэтому дальше это гельминты не идут. Но это относительно кашрута. Все понятно? Еще буквально 5 минут по гигиене. Еще по гигиене эти естественные отправления. Естественные отправления. От регулярности, которая в немалой степени зависит душевное равновесие супруга, и супруги стали поистине навязчивой идеей талмудистов. Мягкий стул был благословением небес. Запоры мешали верующим сосредоточиться на помыслах о Боге. Вы знаете, что устная тора предписывает перед молитвой обязательно сходить в туалет. И когда мы ходим в туалет, вот, кажется, такие странные вещи, да? И если у нас мягкий стул, это считается как благословение небес, и мы благодарим Господа, да? После запоры, видите, они так, во-первых, запоры отравляют организм, да? Способствуют быстрейшему старению организма. Это доказал Мечников. Есть у нас улица Мечникова, у которого мама еврейка была и, стало быть, Мечников кошейный еврей, да? Он, кстати, говорил еще также о пользе молочных продуктов, да? И, видите, такая вот еврейская мысль. Поэтому, кроме того, у человека, у которого задержка стула, у него возникает депрессия, он злой, раздражительный. Есть такая еврейская мудрость. Для поднятия оптимизма людям требуется что? Клизма. Да. Вот такие велочи. Я говорил, опорожнение мочевого пузыря очень важно. Вот. И есть такие вещи, которые говорил Рамбаму относительно сидения. Лежать лучше, чем сидеть, говорил он. У нас где-то эта мудрость ходит, по-моему, да? Сидеть лучше, чем стоять. Но если ты сидишь и не опираешься о спинку или локтями о стол, то лучше стоять, чем сидеть. Это говорил Рамбам. Хорошо. Некоторые заболевания, которые характерны для евреев. Некоторые заболевания, которые для евреев характерны, некоторые наследственные заболевания. Особенностью у ашкенадских евреев. Потому что они жили либо в гетто, да? Либо в городках маленьких. И эти гены выщепляются. И вот часто у евреев наблюдалось слабоумие. С одной стороны, евреи – это очень одаренные люди, да? Мы говорили, вот есть нечто среднестатистическое, и есть отделение в одну и в другую сторону, да? И вот поскольку много есть и гениальных людей, но много среди евреев было и слабоумие, и различных других заболеваний. Каждый в Штетле был свой дурачок. Об этом можно и в Шалом Алейхово прочитать, и в других еврейских рассказах, Башевича Цингера и так далее. И почему же это такое происходит? Значит, есть болезни генетические, связанные как бы с еврейскими вещами. Это болезнь Альцгеймера. Альц... Альцгеймер. Альцгеймер – это невецкий еврейский, еврейского происхождения. Да, врач. Альцгеймер, который исследовал эту болезнь, и оказалось, что он сам был болен. Он исследовал эту болезнь среди еврейских иммигрантов. Когда при евреи, помните, приезжали в массовые Соединенные Штаты Америки. И оказалось, что в возрасте 50 лет нормальный, здоровый мужчина поражает преимущество мужчин, потому что связан с мужским полом, начинается слабоумие. Он начинает забывать элементарные вещи, уменьшается словарный запас. То, чего он еще научился, он может помнить, да? Но он не помнит, что ему давали. Кушать, если жена не заставит его кушать, он не будет кушать. Хотя сам процесс еды, он будет, да? Вот. Скажет, идёт в туалет, он пойдёт в туалет и сделает то, что надо. А не скажет, что будет сидеть и ничего не сможет, да? Он абсолютно не помнит. Обычно, что труднее запомнить? Запомните. Существительный, правда? Вот такой круглый, жёлтый, как же он называется? Кислый. Ну, как он называется? Ну, ему он, да? Правда? Вот такие вещи. Я вам рассказывал анекдот, да? Говорит, ой, у меня такой хороший доктор. Он меня от склероза полностью увеличил. Говорит, а как же фамилия вашего доктора? Ну, вот он... Цветок с шипами, как называется? Роза. Да, вот свою жизнь толкает. Роза, скажи фамилию моего доктора. Кто из известных, знаменитых людей страдал болезнью Альзеймера? Рейган. Да, Рейган. Хорошо. Болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона. Это поражает в пожилом возрасте. Вот такая скованность, да? За содрожательный порыдишь. Вы видели? Да. Дрожит. Она может быть у разных людей, но многие несут еврейские хены. Но и еврею наблюдается чаще. Хорея Геттингтона. Редко встречается. Я где-то трех человек видел, и все они были евреи. Один из них даже имел... Одну бабушку тут еврейку я видел. Она, наверное, уже умерла. Вот в Фортофранковске она ходила. Там вот такое движение. Вот, знаете, сидит человек, так вот начинает двигаться, так вот двигаться. Они обычно вот пытаются маскировать, там, почесать ухо или что-то сделать. Но видно, что это насильственные движения. Если при паркинсонизме дрожательные, то здесь вот такие. Хорея Геттингтона. Хорея Геттингтона. Начинается примерно в возрасте 40 лет. Тоже в более поздних стадиях присоединяются и признаки слабоумия. Болезнь прогрессирует, и нету лечения. И был у меня такой больной по фамилии Дрыжек. Поскольку у него фамилия Дрыжек, то можно увидеть, что его предки, да, тоже болели этим заболеванием. Вот. Это наследственное заболевание. Ну, геморрой у евреев. Наследственное заболевание, да. То есть, не наследственное, а, так сказать, производственное заболевание, потому что они долго сидели с торой. Ну, может быть, и наследственное. Также у женщин чаще варикозное расширение вен, но типичное еврейское такое заболевание, облитерирующий эндартериит. Его даже называют еврейской болезнью. Облитерирующий эндартериит. Развивается чаще у людей, которые курят, происходит склерозирование сосудов нижних конечностей, и отнимаются ноги, ноги бледные становятся, возникает гангрена, приходится палец отрезать, потом ногу выше, 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 выше. Ну, слава богу, не очень часто, но бывает и чаще у евреев. Наследственная предрасположенность плюс курение. Ну, алкогольная слабоумие и так далее меньше встречается, а вот такие вещи, как наследственная слабоумие, могут наблюдаться, в особенности при близких родственных скрещений. Я наблюдал, значит, некоторые такие вещи у людей, которые были женаты на своих троюродных сёстрах, ну, а на двоюродных, то тем более, может быть. Ну, вы знаете, что я работал и в психодиурологическом диспансере, да, в Великом Михалке я работал психодиурологом, поэтому у меня опыт по таким заболеваниям, есть. Ну, хорошо, на этом сделаем перерыв пока.